Тем не менее, рискуют заразиться коронавирусом сейчас все жители региона. Одним из самых доступных способов предотвращения распространения инфекции является обязательное ношение масок. Собственно, они, кажется, уже окончательно вошли в нашу жизнь как непременный атрибут. Сегодня Иван Занько проехал по улицам областного центра и узнал, как изменилось мнение людей о масках. Обычные медицинские тканевые с принтами. Какие только маски теперь не увидишь на лицах горожан в последнее время. Носить средства индивидуальной защиты люди должны в общественных местах, транспорте, магазинах. Одним словом, везде. Для многих маски теперь стали повседневным аксессуаром. Да и на входах в различные учреждения и торговые центры висят соответствующие объявления с предупреждением. Некоторые иркутяне снимают свои маски, лишь выходя из помещения на улице, другие же все время находятся в них. Маску на улице я снял просто. А когда заходите в транспорт, да? Одеваю, да. Привыкла. Уже даже на улице не снимаю, несмотря на транспорт, заканя. Привыкла. Конечно, правильная. Тут уж разговора нету. Везде рекламу, миру это говорят. С 28 октября обязательный масочный режим введен на территории всей страны. Поэтому теперь на улицах всех населенных пунктов различать своих друзей и знакомых в массе людей можно по одежде и глазам. Для некоторых людей ношение маски уже стало делом привычки. По мнению психологов, она вырабатывается в среднем за 21 день. Конечно, при условии, что человек выходит из дома. Маски вошли у нас в обиход, как часть нашей жизни, как часть аксессуаров наших сегодняшних. И у человека вырабатывается привычка уже все больше и больше на самом деле у людей. Хотя некоторые еще там забывают и так далее. Но привычка у нас, она врастает в психику. Почему? Потому что сперва появляется какое-то требование, затем за требованием идет исполнение. И это исполнение каждый раз повторяется, повторяется, повторяется. И в психике вырабатывается процесс такой, да, автоматический. Но если обычно человек, выйдя из магазина, все же сможет снять надоевшую маску, то некоторые проводят в них целый день. И это не только медики, но и водители автобусов, таксисты, продавцы и кассиры в магазинах. Все они вынуждены контактировать с людьми регулярно. Поэтому и риск заразиться на своем рабочем месте выше. Мы их меняем каждые два часа. И как-то проблем нет, что тяжело дышится. Да, устали, но что сделаешь? Мы тут находимся в зоне риска. Находимся весь день в маске. У нас выдает компания, это три маски ежедневно. То есть нам полегче в ней выдышится. Мы работаем по 15 часов в день. И то есть не забываем ее одеть, как у нас делают это покупатели. А таких, кто намеренно игнорирует масочный режим, еще достаточно. Это демонстрируют регулярные проверки. Пристальное внимание уделяется общественному транспорту и торговым центрам города. При этом за нарушение требований использовать средства защиты грозят штрафы до 30 тысяч рублей. Поэтому пока что выход без маски из дома может обернуться не только болезнью, но и финансовыми потерями. Иван Занько, Виктор Черкашин. Новости по Гиддам.